Да, я смотрел у Милова про конец китайского чуда, хотя судя по названию, можно подумать, что это про конец Путина и его проблемы с яйцами. Но в принципе меня эти вещи не удивляют, Китай вообще такой. Я человек, который помню, что Китай себе представлял производство полотенец и термосов. То есть это в моей жизни еще было, то есть это было ни о чем, Китай. И как бы то, что никто не удивится, по-моему, когда он накроется медным тазом, потому как никакой мощной империи он не был уже довольно давно. Японцы в войну проиграли, в общем не в том дело. И вообще, понимаете, я к таким вещам подготовлен в какой-то степени, потому что я еще лет, наверное, 15 назад, 10, так точно, смотрел такого российского финансиста, как Андрей Мовчан. Сейчас он уже вздреснул Великобританию, отказавшись от российского гражданства, что говорит о высоких умственных способностях в очередной раз, их подчеркиваю. Да, он там, ну неважно, в общем. Так вот он как-то на одной из своих лекций, или там не помню, как это выглядело, он говорил о том, что посмотрите циклы, какие идут через 20-летие изменения, какие кардинальные. Начало 20-го века, 1900-й год. У нас там есть, грубо говоря, 4 империи, там Остро-Венгерская, Российская, Британия, Османская. 20 лет проходит. Из этих империй осталась только Великобритания. На первую строчку выходит Америка, которой там практически никто 20 лет назад особо-то я не слышал. Разодранная гражданской войной страна была. В 20-м году появляется Советский Союз. В 40-м Германской империи не существует, Австро-Венгерской. В 20-м году. Проходит еще 20 лет. Под Третьим Рейхом, под Германской империей уже там вся Европа. Вся Европа уже там, Советский Союз превращается в какого-то монстра, захватывая там Финляндию, захватывая часть Польши, Прибалтику. Страны Балтия. Теперь смотрим еще через 20 лет, 60-е годы. Уже нету никакого Третьего Рейха, уже Германия там почила в базе. Зато у нас есть Советский Союз, такая супердержава, которая в космос запускает первые спутники, первых космонавтов. И Соединенные Штаты Америки, которые огромное влияние, пойдут с два полюса. В 80-е годы. То есть 20-летие прибавляйте. Это очень любопытно просто. Не знаю, мне было очень интересно про это слушать. Я так по памяти говорю. В принципе, любой может эти события исторические посмотреть. В 80-е годы, Советская империя, Советский Союз уже завяз в Афганистане. Америка после нефтяного кризиса там тоже в какой-то фрустрации. Инфляция там что-то, по-моему, 18% была. Ключевая ставка. Если я правильно помню. Это как сейчас, кстати, в Российской Федерации. Очень любопытно. Да, смотрим дальше. В 80-е, в 2000-е годы нет никакой супердержавы Советский Союз. Просто рассыпалось в пыль, в прах. В 2000-м году стоимость нефти 9 долларов. И россияне пожирают ножки Буша. Как сейчас они едят яйца Эрдогана. Опять же вспоминаю свой афоризм. Россия это когда между ножками Буша и яйцами Эрдогана определяется, кто будет получать спецпоек. А кто? Хлебные карточки, продуктовые карточки. Ну вот теперь... А, Китай как в 2000-м году. Если с какой-то страны полотенец и термосов, это начинается какой-то восточный тигр. А это что же не просто так? Возвращаемся в 60-е. Китай был союзником Советского Союза, мощным противовесом против Америки. Всего западного мира. Но уже в 80-е годах полуостров Даманский. То есть Китай полностью перешел на западную сторону. Запад открыл Америка, прежде всего, открыла свои рынки для него. Так же, как и для Южной Кореи, кстати. И Китай поднимается на этом деле очень быстро и весьма эффективно. И 2020 год. Все. Китай закрывают эти рынки. А западные. Он возомним себя там каким-то супердержавой. Непонятно на каком основании. Еще раз говорю. То есть это страна, которая помирала от голода там в 40-х, еще это в 50-х. И если бы не открытие западных рынков, это так будет по сей пор и продолжалось. Но вот смотрите разницу между Южной Кореей. Южная Корея как осталась придерживаться западным ценностям, вольностям, правовым, человеческим. Так до сих пор и прекрасно себя чувствуют. Я уже не говорю про Северную Корею. Северная Корея и Южная Корея одинаковый ВВП был. ВВП Северной Кореи был больше Южной в 89-м году. Если я правильно помню. Это, конечно, очень сейчас удивляет. В одной стране люди с голода помирают. А в другой страна одна из мощнейших экономик мира. Ну, сейчас вот будут вытеснять. Теперь Китай пошел по пути возврата, регресса. Туда в советский социалистический коммунистический строй. Тоталитаризм, диктатура. И, соответственно, оттуда бежит капитал. Потому что понимают, чем это закончится. Тем же самым, что здесь, в Российской Федерации. Все эти даноны, все эти там Макдональдсы превращаются во вкусные точки. И экспроприация происходит. Ну, да. Так что то, что Китай сейчас уйдет. Уже поднимались они долго на том, что у них западный рынок открывал свои ворота для товара, для сбыта, для технологий. Потом они начали пузырьнить выживости. Там лет 10-20 они надували. 30% экономики Китая. Это за счет строительства жилья. Это вообще реально. И сейчас это все схлопывается. Вот этот Эвегранд уже обанкротился. Сейчас еще вторая девелоперская компания. Ну, в общем, с Китаем, я думаю, все более-менее понятно. И самое веселое, что Россия как раз с присоской пошла к Китаю, который сам уже там. То есть летит Китай в пропасть. И прыщиком на заднице этого Китая становится Российская Федерация со своей нефтью и газом. И пресной водой Байкала. А сейчас и в России дела пойдут. 1 января, послезавтра уже, да, закрывается рынок валюты, когда блокируют Центральный Банк. А как Силуванов сказал, да, у нас есть 43 триллиона. Какие 43 триллиона у тебя есть, Силуванов? Говорит, а это сбережение граждан. Граждане Российской Федерации. Приготовьтесь. Бежать, как в 98-м году, в банке. Спрашивать, а где мои денежки. А тебе скажут, а в пенсионном фонде, а пенсионный фонд вложил это все в военное производство. Это же выгодно. Туда же все деньги вкладываются, правильно? Так что ждите ответов. Будет ровно то же самое, что в 98-м году. Там Павловская эта реформа. Я еще застал Советский Союз, когда деньги обесценились. Девалюация произошла. Деноминация, по-моему, тогда это называлось. Ну, не помню. В любом случае обворуют россиян, блин, с огромными суммами. То, что лежит у вас на вкладах, и это уже начнется в 24-м году. Уже первые там звоночки пошли. Вот это тоже вкладывают. Говорят, что 22% будет рост доходов бюджета, а и только 1% роста экономики. Это просто откровенное признание того, что, ребята, мы вам просто в глаза говорим. Мы поднимем курс доллара до 120-130-150 за 1 доллар. Этот самый. Ну, это же, конечно, такой курс, по которому можно будет что-то покупать. А не официальный, в принципе, там картинки будут рисовать какие угодно. Ну, в общем, вся жара начнется в 24-м для Российской Федерации. А мы ждем дополнительных Атакамсов, F-16, и будем крошить в петрушку. Укропы будут крошить в петрушку российскую Федерацию и оккупантов. Прямо такие даже с приподнятым настроением ожидая 24-го года. Он многое изменит для Украины в лучшую сторону и многое изменит в худшую для Российской Федерации.